В 67-м двое студентов-первокурсников Манчестерского университета, вокалист-гитарист Питер Хэммл и перкуссионист-барабанивший по печатной машинке Джадж Смит, начали вместе играть оригинальный песенный материал. На паре концертов приятелям присоединился однокурсник Ник Пирн. Затем его сменил органист Хью Бентон. По объявлению в газете нашли басиста Кита Элиса и барабанщика Гая Эванса. Джадж с машинкой перестал быть нужен и покинул состав. Примерно в это же время в последний путь отправился американский физик Роберт Ван Де Граф. Музыканты решили назвать свою группу в честь главного изобретения Роберта – электростатического генератора. У коснувшегося этой штуки человека волосы на голове буквально встают дыбом. Почему латинский предлог «D» в фамилии физика сменился на немецкий арктикль «Der» до конца не ясно. Генераторы выпустили пару синглов, один из которых даже был издан американским лейблом Mercury. Тем не менее, группа выступала на родине на разогреве у Soft Machine и Jimmy Hendrix Experience. Успех был близок. Все закончилось, когда у группы украли инструменты и концертное оборудование. Пришлось объявить о самороспуске. Однако у Хэмела остался контракт с Mercury. Он решил издать там сольный альбом, записанный с прежними коллегами. Менеджер Тони Стрэттон Смит, с которым вели знакомство музыканты, договорился с Mercury, чтобы те издали сольник как дебютный альбом «Wandergraph Generator». Буквы-пузыри с расширенными основаниями стали символом психоделий после того, как на обложке The Beatles ими было написано название альбома. Тексты песен о любви, свободе и галлюциногенных путешествиях заставляют отнести первый альбом группы к психоделическому року. Однако отдельные моменты альбома уже демонстрируют стиль, в дальнейшем ставший визитной карточкой группы. С первых дней группа поддерживала теплые отношения с радиоведущим Джоном Пилом, который годом ранее обеспечил хороший старт дебютному альбому Jet Ratal. Однако опыту не было суждено повториться. Вопреки усилиям Джона по продвижению группы на радио, коммерческий успех к серой машине с аэрозолем так и не пришел. Дело было в том, что Mercury не смогли издать альбом в Англии, а в США у генератора в то время не было ни одного концерта. Раздосадованный итогами продаж пластинки друзей Тони Стрэтон Смит решил создать собственный лейбл Charisma. Продюсером пластинки выступал Джон Энтони, звукорежиссер дебютной пластинки Yes. Качество звука на серой машине привело Тони в восторг, отчего Джон был сделан штатным сотрудником Charisma. Финальная песня первой стороны пластинки «Редкая вещь альбома», сочиненная всеми четырьмя членами группы. В период валовой популярности блюз-рока электрогитара была непременным атрибутом любой уважающей себя рок-группы. Однако Питер Хэмилл играл только на акустической, а приглашать в состав отдельного гитариста музыканты не планировали. Достойной замены рокочущему инструменту участники группы еще не нашли. Бреж в звучании заполнила звонкая фортепиано Бентона. Английский художник Джон Минтон, творивший в первой половине 20 века, однажды произнес странную многозначительную фразу «Все мы плаваем в море крови и можем только махать друг другу руками». Что бы ни имел в виду художник, фраза понравилась участникам группы, ее окончание послужило заголовком нового альбома, основной темой которого стало нарастающее противоречие между сторонами света, которое в итоге может обернуться глобальными катаклизмами. С момента релиза дебютного альбома прошло меньше полугода, однако за это время в составе группы, поставленной на грань распада, неуспехом первой пластинки произошли кое-какие изменения. Во-первых, бас-гитариста Кита Элиса, который предпочел участие в блюз-роковой команде Джуси Люси, сменил товарищ барабанщика Гая Эммонса по имени Ник Поттер. Помимо баса, Ник играл на настоящей электрогитаре, однако на записи альбома использовал этот навык нечасто, поскольку остальные участники группы наконец нашли инструмент, способный заменить основное орудие рок-музыканта. Им оказался саксофон. На инструменте начал играть духовик Дэвид Джексон, которого познакомил с группой ее экс-участник Джадж Смит. На сцене Дэвид одновременно держал в руках два саксофона, едва ли при таком параде он мог помахать кому-то рукой. Согласно тексту на развороте конверта, альбом посвящался неким Эл и Эм, без которых все были бы намного счастливее. Кого имели ввиду музыканты? Ленина и Маркса, Лемея и Маккарти, или нечто среднее Ленона и Маккартни, которые в то время собирались подтвердить слух о распаде Битлз. Все оказалось проще. На Орехи получили Лу Рейзнер и его лейбл Mercury Records, виновные в плохих продажах дебютного альбома. Второй альбом генераторов издавался уже под крылом Тони Стреттона Смита. На его новом лейбле Харизма, специализировавшемся на прогрессивном роке. Компания функционировала только в Европе. На североамериканском континенте изданием альбома занимался другой лейбл, который прежде уже работал с английскими джаз-рокерами софт-машин. Также Стреттон Смит взял на себя обязанности концертного менеджера. Отныне группа не сидела без дела и постоянно рекламировала свое творчество концертами. Неудивительно, что новая пластинка оказалась значительно успешнее дебюта и поднялась до 47-й строчки в английском альбомном чарте. По мнению лидеров группы Питера Хэмела, именно тогда карьера генераторов стартовала по-настоящему. В завершении первой стороны пластинки напоминание об ужасах испанской инквизиции. Текст песни «Белый молот» больше похож на параграф учебника истории. В сухих непоэтичных фразах рассказывается о книге «Молот ведьм», написанной в 15 веке для оправдания расправ над неверными. А последняя песня на пластинке была призвана нагнать на слушателя ужас. В ее тексте использовался фрагмент статьи Альберта Эйнштейна с предостережением о последствиях гонки вооружений. Одна из тем песни стала сюжетом для обложки альбома. Гигантский генератор Вандерграфа окружен волнами подступающего потопа вследствие таяния арктических льдов. Параллельно студийной работе музыканты были вынуждены вести бурную концертную деятельность, которая только активизировалась в связи с популярностью последнего альбома. Не выдержав нагрузки молодой бас-гитарист Ник Поттер, которому в тот момент не было и 20, оставил группу в разгар записи третьего студийника. Участники пытались было найти Нику замену, но в итоге партии бас-гитары взял на себя клавишник Хью Бентон. Название нового альбома, которое можно наивно перевести на русский как «О значит он, который являюсь единственным», в действительности отсылает к уравнению реакции преобразования протонного газа в гелий, основному источнику сияния звезд. Мол, настоящий и единственный это физика или химия или астрономия. Длинным в очередной раз оказалось не только название. Трек-лист составили пять песен, в среднем по 9 минут каждая. Обложка, созданная художником Полом Уайткидом, зарекомендовавшим себя сотрудничеством с другими подписантами харизма Genesis, представляет собой его картину «День рождения», на которой зритель видит сквозь овал иллюминатора, как из капсулы, вылетевшей на орбиту откуда-то из Англии, выбирается обнаженный человек. По словам художника, он изображал собственное рождение. Новый альбом собрал хорошие отзывы прессы, однако фурора, сравнимого с предыдущим альбомом, свежая пластинка не произвела. Концертов от этого меньше не стало, и группа начала осваивать континентальную Европу. Настоящее искусство проверяется временем. Вопреки тому, что Ник Поттер оставил группу как раз в период записи, в интервью 2005 года именно этот альбом музыкант назвал самым любимым в дискографии группы. С мнением согласились и слушатели. Этот альбом – самый рейтинговый альбом генераторов Narrate Your Music. Участники Вандер Граф Генерейтор приступили к записи четвертого альбома, как только дебютный сольник вокалиста Питера Хэмела поступил в продажу. В ходе гастролей по Европе родилось достаточно материала. Музыканты даже думали записать двойной альбом. Однако лейбл не поддержал инициативу. С коммерческой точки зрения выпуск двойника был слишком рискованным. Вторую пластинку должны были составить три живых записи старых хитов студии, а также несколько инструментальных композиций. Эти записи разошлись на бонус-треке при переиздании творчества группы в 2005-м. В основную же пластинку вошли всего три гигантских песни. Одна из них со странным названием уже исполнялась на концертах, а две других были собраны из черновиков. В американскую версию нового альбома вошел еще инструментальный номер Theme One, закрывавший концерты группы. Легенда утверждает, что однажды в ходе записи к саксофонист Дэвид Джексон собрался поработать над партиями духовых, оговорился и объявил всем, что собирается заняться порно-оленями. Благодарное занятие. Слегка измененная эта фраза стала заголовком альбома. В переводе «Сердца пешек». Художник Пол Уайтко был обескуражен, ведь пешки совсем недавно фигурировали на обложке сольника Питера Хэмела. Сам же Хэмел объяснил ему смысл названия. Не важно, король ты или оборванец, в масштабах вселенной все мы пешки. В 59 году документальный фильм «Белая пустошь» о жизни арктических животных получил Оскар. Согласно фильму, северные грузуны-леминги раз в несколько лет совершают коллективный суицид, поскольку им не хватает на всех пищи. Разумеется, соответствующий кадр был постановочным. Природа не допускает подобных глупостей. Тем не менее, миф о леммингах-самоубийцах обрел популярность. Что остается кроме смерти? Недоумевает один из леммингов и находит ответ в данной песни с этого альбома. После трехлетнего перерыва участники группы нашли в себе силы возобновить концертную деятельность, а также сделали своим концертным менеджером Гордиана Троллера, приятеля группы, который организовывал сольные концерты вокалиста Питера Хэмела. А раньше роль концертного менеджера группы определял лейбл Харизма, отчего стремление к выгоде выступления группы ставилось намного выше комфорта музыкантов. С Гордианом проблема исчезла, что в итоге оказалось выгодно и для Харизмы. Ведь уже скоро группа продолжила играть больше 150 концертов в год, теперь это всех устраивало. Музыканты вернулись на сцену в прежнем составе, но отказались от многих старых хитов, отдав предпочтение сольным песням Хэмела, а также совершенно новым номерам. В арсенале группы оказалось так много новой музыки, что слушатели могли ожидать скорый выход двойного альбома. Вот только изданный через полгода альбом состоял всего из одной пластинки, на которой разместились четыре масштабных песни, по две на сторону винила. По словам Хэмела, участники группы поняли, что альбом должны составлять только эти четыре песни, как только записали их на пленку. Название альбома «Бога-обман» не прояснено в текстах. Можно предположить, что герои песен научились обманывать Бога, идти наперекор судьбе и побеждать, или не побеждать. Подобно герою песни «Выжженная земля», который всю жизнь только и делает, что отступает и сжигает оставленные позиции. Это единственная песня альбома, в сочинении которой, помимо Хэмела, сыгравшего здесь также на электрогитаре, принял участие саксофонист Дэвид Джексон. Обложка альбома получилась простой и минималистичной. Однако это тот случай, когда за кажущейся простотой стоит немалое усердие дизайнеров. Половину фронтальной панели конверта занял фирменный знак воссоединенной группы, который разработал Джон Паше. Автор, узнаваемого языкастого логотипа The Rolling Stones. В конце 1975 года у генераторов вновь украли фургон с концертным оборудованием. Музыкантам пришлось использовать арендованные инструменты, которые часто выдавали совсем не тот звук, какой был нужен. Особенно страдал барабанщик Гай Эванс, за годы привыкший к своей красно-ореховой барабанной установке. Каких нигде не продавали. Настроение группы поднялось только с началом репетиции песен для нового альбома. На идею для обложки саксофонист Дэвид Джексон накнулся в каком-то научном журнале. А вот что писал об этой обложке журнал Sounds. Не будем устраивать викторину. Это не увеличенная фотография клетки мозга, не папоротник и не дельта реки с высоты птичьего полета. На самом деле на снимке электрический разряд от настоящего генератора ваннерграфа, пропущенный через акриловую пластину. Открывающая альбом песня, согласно конверту новой пластинки, это гимн всем нам, пилигримам. День ото дня, мучительно ищущим смысл жизни. При этом самый заметный вклад в исполнение песни внес клавишник Хью Бентон, который добавил к своим модифицированным электроорганам и фортепиано, никогда прежде не звучавший в песнях группы инструмент мелатрон. Вопреки энтузиазму музыкантов, альбом скромно продавался и не проник в чарты. Руководство Харизма сочло альбом проходным, его раскрутке было уделено мало внимания. Тем не менее, группа, как обычно, выступала на радио BBC у Джона Пила. В студии радиостанции Гай Эммонс неожиданно обнаружил такую же красно-ореховую барабанную установку, какая была у него прежде. Дело в том, что лейбл раскошелился на покупку точной копии утраченного оригинала. Группа закончила работу над новым альбомом через месяц после выхода предыдущего, который сегодня считается безусловной классикой группы, но в свое время был принят прохладно. Музыканты вошли в студию намерением записать более простой и рок-ориентированный альбом, под который даже можно было бы танцевать. Едва ли задуманное получилось, но результату это нисколько не повредило. Лейбл решил не повторять ошибки и не торопиться с изданием пластинки, чтобы избежать навязчивых сравнений с предыдущим альбомом. Поскольку рекорд по-английски не только рекорд, но и запись, название можно перевести и как мировой рекорд, и как мировая запись. В смысле запись мира. Обложка альбома, на которой планета Земля плавно переходит в виниловую пластинку, появилась на прилавках музыкальных магазинов через полгода после завершения записи. Не так уж долго, но достаточно. За это время лейбл обеспечил масштабную рекламу альбома и согласовал в его поддержку концертный тур. Участники группы использовали период между записью и изданием для отдыха. У саксофониста Дэвида Джексона родился сын, клавишник Хью Бентон наконец мог посвятить время своей молодой семье, а Питер Хэмилл сработал очередной сольник. Прохладный прием нового альбома обеспечивал группу долгами. Но сомнений в безоблачности будущего группы не было. Для путешествий по Европе музыканты арендовали целый самолет, что выглядело солидно и по прогрессивному раздуто. По отношению к альбому пресса оказалась благосклонна. Даже еженедельник NME, заразившийся панком и потерявший понятие объективности, в рецензии на альбом похвалил музыкантов за исполнительское мастерство. Тем не менее, в чарты альбом не попал. В дирекции лейбла не отчаивались. На песню «Wandering» с альбома был снят концертный видеоклип, и группа впервые за карьеру отправилась концертами в Америку. Хэмл уже выступал в Канаде сольно, его концерты проходили с успехом. Видимо, поэтому и тур группы сконцентрировался на канадских площадках. В США запланировали всего одно выступление. Разумеется, оказалось, что объем аудитории сильно недооценен. На американских концертах группа могла заработать намного больше, за счет чего в два счета избавилась бы от долгов. Перспектива не прельстила Хью Бентона, дороги он понял, насколько важна для него семья, и решил покинуть группу, чтобы никогда больше не летать в Америку. Так «Wandering» лишились своего главного генератора. После ухода из группы Хью Бентона название сократили до Вандерграф. Времена изменились, пора было меняться и музыке. На замену Хью были приглашены скрипач Грэм Смит и бас-гитарист Ник Поттер. Агрессивный бас, усиленная эффектами скрипка и бойкая электрогитара Хэмела, внезапно ставшая основным рок-инструментом на сцене, преобразили звучание. Саксофонист Дэвид Джексон начал ощущать себя лишним, не добавлял энтузиазма и сложная финансовая ситуация группы, сложившаяся после концертов в Канаде, деньги за которые так и не прислали. После десятка выступлений без Хью Дэвид тоже покинул состав. По меркам группы новые песни были короткими от 4 до 6 минут, зато по результату записи получилось два мини-альбома по 20 минут каждый. Эти мини-альбомы с подзаголовками «Зона тишины» и «Храм наслаждений» разместились на разных сторонах пластинки. Предложенная дирекцией харизма обложка с девушкой на небесных качелях попала на переднюю сторону конверта, а сделанное музыкантами фото с серебряным яблоком на заднюю. В интервью Хэмилл говорил, что они с коллегами и раньше называли между собой группу просто «Вандерграф» без «Дженерейта». Просто теперь это сокращение попало на обложку. Сегодня «Зону тишины» обычно относят к дискографии «Вандерграфт-Дженерейта». Пусть у альбома и мало сходства, как с прошлым творчеством группы, так и с сольными записями Хэмилла. Даже его голос стал чаще срываться на истеричное бормотание. Изменились и тексты, они стали еще менее понятными, чем прежние заумные экзистенциональные остроты. Группа, сократив название и сменив электроорган саксофоном на скрипку с виолончелью, протянула всего полтора года. Летом 1978-го газеты сообщили о распаде и анонсировали их посмертный концертник жизненный. Все время своего существования группа находилась на грани банкротства, отчего каждый концерт был для них в буквальном смысле жизненно важен. Это отразилось на исполнении отчаянном и энергичном. В момент записи концерта в январе 1978-го года планов лишать группу жизни не было. На обложке альбома изображено не пять, а шесть пластилиновых фигурок музыкантов. Если присмотреться ко второй фигурке справа, можно догадаться в чем дело. На выступление в этот раз в качестве почетного гостя позвали к саксофониста Дэвида Джексона. В 1978-м харизма пришла в упадок. Директор Тони Стрэттон Смит увлекся организацией спортивных соревнований, его помощница Гейл Колсон оставила свое место и продолжила менеджерскую карьеру в частном порядке. Оставшиеся сотрудники лейбла не пытались вернуть группу к жизни, несмотря даже на хорошие продажи последнего альбома. После распада группы все участники продолжили заниматься музыкой, а в 2005-м группа воссоединилась, но история металлоскрипичного банды Граф завершилась насовсем. После распада группы каждый из членов пошел своим путем. Хэмилл гастролировал с ансамблем и продолжил выпуск альбомов. Он опубликовал две книги стихов и рассказов. Джексон в конечном счете реализовал себя как превосходный школьный преподаватель, а Бентон обрел новое призвание в реставрации и проектировании церковных органов. После того, как группа распалась, классический состав изредка давал концерты, в 1991 году спели на юбилее жены Джексона, в 1996 украсили своим присутствием сольник Хэмилла, а в 2003 в Лондоне в Queen Elizabeth Hall прозвучала самая известная композиция Still Life. После выступления в королевском концерт-холле, где группа была тепло принята публикой, возникает мысль снова объединиться. Рокеры приступают к поиску нового материала, пишут песни, репетируют и весной 2005 выходит их новый диск, громко заявивший о том, что группа возвращается. Команда отправляется в европейское турне, по возвращению из группы уходит Дэвид, но его отсутствие не влияет на остальных. В 2007 году выходит диск с записью триумфального концерта «Возвращение», затем в начале следующего года новый альбом, а через год снова концертный европейский тур, а летом тур по США и Канаде. Вандерграфт не перестает удивлять своих поклонников, доказывая всем, что возраст не помеха творчеству, а годы только добавляют куража и желание привнести в свое творчество что-то уж совсем новое и необычное. Музыка группы непроста, многослойна, тяжела, неуловима и торжественна. Наши уши и глаза это всего лишь инструментарий для сердца, который есть конечный пункт назначения той совокупности гармонических колебаний частиц в воздухе, которую мы называем нежным словом музыка. Через нее мы сочетаемся с творцами музыки и посредством этого моста нас вливается что-то новое, дарующее нам силы. Непонятно где хранящиеся, неизвестно откуда появляющиеся в моменты необходимости. А с кем сочетались музыканты в процессе создания этой музыки? Мне этого знать не дано, но хочется верить, что с чем-то великим. И остается буквально ничего, слушать и слушать, открыв сердце и приглашая туда это неописуемое чувство. АПЛОДИСМЕНТЫ